Израиль Израиль очень много исторических памятников, известных туристических мест, но Израиль дикой природы, пустыни – это Хевель-Элот. Название Истанаха, как и многие в Израиле. Хевель-Элот – самый южный район Израиля. Это место, юг пустыни Орава, называют еще Красной долиной. Она простирается от Негева до Илладского залива. Неповторимые контрасты пустыни, природные заповедники, необыкновенная жизнь местных кибуцев, притягательные для путешествий любого рода. Одно из самых фантастических и незабываемых мест, мечта любого фотографа, художника и просто туриста – это заповедник Тимна, известный как копий царя Соломона. Кладоискатели искали в этом месте несметное сокровище. Ученые, путешественники – легендарные древние копии. А киношники ставили знаменитые вестерны, например, золото Макенны. Историко-археологический парк Тимна расположен в 25 километрах к северу от Эйлата. Это долина или кратер в форме подковы, образовавшейся десятки миллионов лет назад. Он окружен скалами разных периодов, структур и оттенков. Все зависит от минералов, которые находятся в этой земле. Минералы, например, розовые и красные – это железо. Зеленый минерал – это медь, желтый минерал – это серо. По парку можно путешествовать пешком или, как мы, на автомобиле. Дорога ведет к самым древним мире медным копиям, которым больше 6 тысяч лет. Но в промышленных масштабах первыми медь начали добывать здесь древние египтяне, которые нуждались в оружии. Египтяне появляются здесь в 1550 году до нашей эры и начинают добычу и переплавку меди. Это древнеегипетские копии, древнеегипетская шахта. Так примерно выглядели все 8 тысяч шахт, которые были найдены. Горизонтальная шахта шла за жилой. И чтобы вытаскивать породу и поставлять воздух на глубину 30 метров, нужно было каждый раз делать вертикальные шахты и присоединять их горизонтально. Вся медь стекала сюда из подземных шахт и здесь ее обрабатывали. Загружали в эту печь медь, железо и древесный уголь. Начинали раздувать. Весь процесс занимал 12-14 часов. Тогда медь доходила до температуры 1200 градусов. Шлак сливался, оставалась медь. Что самое интересное, печи были одноразовые. Чтобы добыть оттуда медь, печь разваливали. Вот кусок меди, который выглядел так, как мы видим здесь. В тимне сохранились несколько древних наскальных рисунков. Самые известные – колесницы. Охота на колесницах, на животных. Каких именно животных? Страусов, горных козлов, которые до сих пор водятся в нашей пустыне. И ороксов, антилоп, которые вымерли. На другом рисунке фараон Рамзес III преподносит дары Хадхор, египетской богине любви и покровительнице приисков. Здесь же, у подножия скалы, руины храма Хадхор. Именно та богиня, которая была полуженщина-полубык, или, так как нам известно, золотой телец. После египтян в разные времена в тимне хозяйничали медиане. В IX-X веке до н.э. при царе Соломоне – древние евреи. И уже в нашу эру греки, римляне, арабы. Царь Соломон, кроме меди, добывал здесь редчайший полудрагоценный элладский камень. Отсюда, видимо, легенда о сокровищах. Имя мудрого царя носит не только прииски, но и грандиозное произведение природы. Знаменитые соломоновые столбы высотой примерно 30 метров образовались с помощью натуральной эрозии. Природа вообще поработала здесь на славу. Извояв со своими подмастерьями ветром и водой изумительные гигантские скульптуры. Величественного сфинкса, отдыхающего на горе крокодила, спиралевидную закрученную винтом гору. И, наконец, самая известная гриб – огромная скала на тонкой ножке. Через созданные эрозией каменной арки открывается захватывающий дух внеземной ландшафт долины Тимна, почти неизменившийся за 6 тысяч лет после появления здесь первого человека. Почти, потому что в награду за упорство и терпение путешественников ждет в конце пути рукотворное озеро, заслуженный отдых и все утехи цивилизации. Вот уж никак не ожидали увидеть здесь архитектуру в стиле Гауди, где Барселона и где пустыня Орава. Но в этом кибуце многое необычно. Например, дома и детские площадки построены из глины, смешанной с соломой, то есть из грязи, боца, как здесь ее называют. Гауди, кстати, тоже из нее. Экологическая деревня мира называют кибуц Латан, созданный людьми, которым важно качество окружающей среды. Сюда приезжают люди со всего Израиля и за рубежа научиться жить в согласии с природой, использовать солнечную энергию, получить удовольствие от СПА, вкусной здоровой еды, вина и сыра. Мы приглашаем всех побыть кибуцниками день-два, посмотреть, что такое сионизм в сочетании с экологией. Посмотрите, не только люди приезжают издалека. Семья из США под руководством инструктора вдохновенно строила из боца скамейку для футбольной площадки. Площадка сама по себе необычна, из покрышек и использованных пластмассовых бутылок. Нам очень важно качество того, что мы едим, чем дышим, того, что мы делаем. Здесь особый язык и особая связь между людьми. Мы хотим сберечь это место и себя, и получать удовольствие как можно дольше. Только выехав за пределы кибуца, вспоминаешь, что мы такие, да, в пустыне. Но вернемся снова к дикой природе, вернее, к дикой жизни. Именно так дословно переводится название заповедника Хайбар. Хайбар расположен в 40 километрах севернее Элата. С одной стороны горы Эдом, это уже Иордания. С другой – Элатские горы. Заповедник был создан в 1968 году, чтобы спасти исчезающих животных и по возможности восстановить фауну библейских времен. Историк Иосиф Лави писал, что во время только одной охоты царь Ирод убил в этих краях 40 разных животных – львов, газелей, кабанов, страусов. Пару тысячелетий такой охоты, ну и других катаклизмов, и к середине 20 века почти никого не осталось. На территории в 16 километров в заповеднике Хайбар обитают звери и птицы, которые жили на земле 3000 лет назад. Более того, некоторые редкие животные здесь размножаются, а затем выходят на волю. Не считая заграждению шоссе, многие обитатели заповедника живут вполне дикой жизнью. И первыми гостей всегда встречают любопытные страусы. Иди сюда. Он сейчас проверит, что у нас в кузове, и мы поедем дальше. Все эти животные заселяли землю в Израиле и упоминаются в Танахе. Дикие бараны, белые аравийские саблероги ориксы, антилопы адакс. Есть у нас древний осел, парадез современного. Белых ориксов у нас больше 50. Каждый год четверых мы выпускаем на волю. Есть возможность за ними следить? Вот видишь, ошейник, в нем передачек. Она как раз готовится к выходу на волю. Белая антилопа, орикс, есть версия, что это и есть библейский единорог. Сохранилась на земле только благодаря заповеднику Хайбар. В 1978 году сюда завезли чуть ли не последнюю на земле пару. Кстати, рога у белого орикса очень острая. Туристы ездят здесь среди животных, так же, как в кенийском сафари. Выходить из машины нельзя, это опасно. У страусов сейчас период ухаживания. Они ищут пару и могут быть агрессивными. Ориксы тоже не безобидны. Даже мы, работники, не ходим здесь пешком. Познакомьтесь, это Фарук. У него только один глаз. Так он родился. Чтобы нас увидеть, ему нужно полностью развернуться. Мы все умираем от него. У нас 54 страуса. Но только у него есть имя. Страус – самая крупная птица на земле, хотя и не летает. Зато бегают со скоростью 70 км в час. Правда, в Хайбар это редкое зрелище. Бегать-то не от кого. Серые – самки, а черные – самцы. В брачный период у них краснеют шеи. Последнего израильского страуса нашли мертвым в 66-м году. Пришлось завезти из Эфиопии. Дикий осел – тоже библейское животное. И тоже едва не вымерло. Это про отец осла. Их два вида – пера и анагра. Все анагры, которые есть в Израиле в природе, вышли отсюда. Черные полосы на ногах анагра или кулана. Как рисунок на пальцах человека. У всех разные. А это дишон – вид антилопы. Они любят поесть. Это самки. Мы их держим раздельно, потому что в природе их достаточно. Они живут здесь спокойно. Мы стараемся их не напрягать. Животных, которые готовят к воле, вообще никто не напрягает. Они живут на огромной территории, в абсолютно естественных условиях. Разумеется, без зевак туристов. Хищникам повезло меньше. Зато они никогда не бывают голодными. К тому же, как нам рассказали, за стеклом звери нас не видят и не беспокоятся. Сейчас и люди не прочь посидеть под стеклом с десятками телекамер. Хищники, живущие в Хайбар, тоже из тех, кто заселял Эра Цесраэль в библейские времена. От маленькой лисы, феника с огромными ушами, и самого мелкого в мире негерского волка, до крупных кошек, рыси и леопарда. Дикобраз из смеси фруктов и овощей всегда первым делом берет кукурузу и чинно удаляется. Есть в Хайбар и вольеры с рептилиями и птицами, и темная комната для ночных животных. Но шло к закату, а мы торопились в еще одно место неподалеку, где, как нам сказали, поселились розовые фламинго. Стемнело, как всегда, очень быстро, и от света фламинго можно было только догадываться. Впрочем, мы не раз видели их в зоопарке, но такую фантастическую картину мы не видели никогда. И это тоже пустыня, которую можно увидеть только в Хевелли-Элот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова